Детский Росфонд продолжает совместную благотворительную акцию. Ваше участие, ваши пожертвования уже дали надежду на выздоровление шестерым маленьким липчанам. Сегодня история трехмесячного Вани Клокова. Мальчик родился с деформацией черепа. Ему уже сделали операцию по квоте. А сейчас нужны специальные шлемы, чтобы закрепить результат. Денег на шлемы Вани на семье нет. Мы с вами можем помочь малышу. Нужно просто отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Лепят его улыбки, как Ваня хмурится и радуется. Это любопытство его, как по сердцам родных прочерчены. Вместе с тревогой теперь и надеждой. Родился Ванечка богатырем, 4 килограмма. Заметили, что у него чуть вытянутая голова. А так малыш, как все. Никаких особых поводов беспокоиться у родных не было. До планового УЗИ в полтора месяца. На головке обнаружили, что один из швов зарос. И это можно было уже почувствовать своей рукой. Нейрохирурги из областной детской больницы диагностировали краниостеноз. Преждевременное закрытие черепных швов. Деформация черепа, головные боли, нарушение зрения, слуха, судороги. Это далеко не все, чем мог грозить ребенку этот недуг. Ребенку необходимо комбинированное лечение. Вначале хирургическая операция, реконструкция костей свода черепа с эндоскопической ассистенцией. Затем ношение корнеальных ортезов. Это поможет исправить форму головы и создать правильное направление для костей черепа. Узнав диагноз, Ванечку ночью того же дня повезли в Москву, в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Там назначили дату операции, ее делали по квоте. Такие операции лучше делать с трех месяцев до полугода. Ване в день операции 16 июня исполнилось ровно три месяца. Ванечка уже дома. Боль после операции отступила. Он справился. Маленький герой. Но спокойно ему пока только на руках у родных. Операция прошла успешно. Четырехчасовая операция. Но после операции нам сказали, что нужен шлем. Если этот шлем не носить, то операция будет безрезультатной. Специальные шлемы для придания голове анатомической формы нужны прямо сейчас. Врачи говорят, их потребуется два или три. Будут менять по мере роста головы. Стоимость шлема в 180 тысяч рублей. Семье, где Ванечка второй ребенок, а где работает только папа, этих денег не собрать. 86 тысяч соберут читатели газеты «Коммерсанты» с сайта Русфонда. Еще 60 другой благотворительный фонд. Не хватает 34 тысяч рублей. Помочь собрать эти деньги для Вани можете и вы, наши зрители. Отправив смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. С вашего счета спишут 75 рублей. Сообщений можно отправить сколько угодно. Владельцы айфонов могут перевести пожертвования через мобильное приложение. На сайте Русфонда и другие способы помощи. Семья Ванечки очень надеется, что придет день, когда о недуге малыша будет напоминать только маленький шов от операции. Елена Горева, Александр Марчуков, Вести, Липецк.